Какой у меня красивый ужин. Ну и мужа тоже. Он придет с Кулянкиной. Я уже не могу его ждать, поздно. Запекла сегодня канатики. Это крылышки. Это капуста моя. Банку вчера помыла. Надо доедать, чтобы новое что-то солить. Завтра понедельник планирую какую-то ягоду купить. И варенье сварить. Потому что вишневое варенье Ашкин купил. 200 грамм там. Уже съели его. Я использовала его на тортик. Приятного аппетита. Всем добрый вечер, мои дорогие друзья. В понедельник я не вышла. Четвертый день у меня дома. А мне осталось чуть-чуть. Поэтому вот совсем чуть-чуть. И скоро будет выпущено видео. Так что запасайтесь терпения. Немножко осталось. И мой муж вот как принес сегодня днем базар. Только что я 9 часов. Я принялась разбирать. И думаю, сниму и вам что купил. Я не знаю цены. Я только знаю, что лимоны по 20 литров килограмм. Арбуз я сказала не покупай. Я уже наелась. Персики. Перец здесь сладкий. Перчик сладкий. Помидоры вот такие. Фасоль он взял зеленую. Огурчики. Баклажаны. Виноград. Слива. Капусту. Лук. Зелень. И картофель. Вот что сегодня купил мой муж. Сейчас буду жарить картошку. Давно не ели картошку. Салатом. Еще что-то у нас там осталось со вчерашнего дня. И то будем доедать. Так что сегодня вот такой вот у нас скромный будет ужин. Друзья мои, вот Вадим взял. Ой, транссерфер к реальности. Это работает, а остальное не важно. Вот сейчас я приготовила. Вам не задумываться над тем, что правильно, а что неправильно. Принимать, либо не принимать какую-то модель мира. А просто взять за основу модель, которую предлагает транссерфинг, и отталкиваться от практических результатов, которые... Что я приготовила? Картофель пожарила. Ашкин тоже пришел. Дальше. Сделаю окрошку турецкую. И салат такой красивый. Хлебушек. Такой легкий у нас ужин. Приятного нам аппетита. Доброе утро, друзья. Какое чудо возле меня. И грибы. Просто обалдеть. Какой красный косик. Да-да-да. Спустя четыре дня назад... Четыре дня я на море. Наконец-то вырвалась. Тело сделано и вырвалась. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Конечно, работа не супер, но я считаю, что первая работа мы пошив такого сложного фасоноплатья удался. очень много я встречала на своем пути препятствий, машинка, еще что-то, была задержка в связи с этим. Но я справилась. Но я справилась. Декольте очень сильно открыто. Пришлось придумать резинку. И очень классно получилось. Так что я безумно рада, что я закончила и у меня сейчас немножко отдохну, и следующее платье. Что касается деревни... Что касается деревни, вы знаете, что мы пока задерживаемся, во-первых, у меня еще на работе по бизнесу промоушен, это раз. Во-вторых, мы ждем друга, который отвезет посылку в Грузию. Естественно, должно быть здесь, но успеем в деревню поехать, да, непредвиденные ситуации, а мне тогда, раз есть возможность побольше отправить, надо кое-что, Марик, к школе купить, заказ вчера получил от мамы. Посмотрите, какой халюсий он, посмотрите, какой халюсий, халюсий пёсик. Такой он классный. Кто-то копает, копает, мячик закопал, или для себя ямку роет, им уже жарко сейчас здесь, уже какое чудо, какое чудо красивое. Поближе он, поближе он, поближе он. Не смотрите на него, вон, мячик, 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 где мячик твой? Такой пёсик игривый, добрый. А, видите, закапывает мячик все. Вот такое чудо сегодня встретилось ко мне, это хороший знак. Друзья мои, какое море сегодня замечательное. Я провела йогу себе, для себя любимой. Посидела, выпила кофе, ещё подремала там на пляже. Слушаю сейчас Вадима Селанда самого. Какой гениальный человек. Какой гениальный человек. Как много открыл возможностей для меня, работы с собой. Просто очень интересная тема. И вот он несколько раз повторяет. Всё возвращается нам бумерангом. Бумерангом всё возвращается. Делайте хорошие дела. Будет возвращаться вам побольше. Всё хорошее. Делайте злость кому-то. Вернётся злом и к вам. Поэтому будьте добры, будьте счастливы. Живите честно. Не обманывайте никого. Не скрывайте. Ведь вы можете обмануть человека, правительственную, Родину. Но вы не сможете обмануть Бога и Вселенную. Кому вы больше преклоняетесь на ваш выбор. Так что живите. И наслаждайтесь своей счастливой жизнью. Каждому желаю, каждому. Моё сердце открыто для каждого из вас, кто хочет пойти за мной. За мной. Страну перемен, да? Как говорится. Сейчас подумают некоторые. Светлана полетела. Но это не полетела. Это действительная реальность. О которой нам никогда не рассказывали, не учили, не обучали ни в школах, ни в институтах. К сожалению, к счастью я узнала об этой реальности. 50 лет. Но я безумно счастлива, друзья мои. Сегодня я пока освободилась и решила приготовить кусыр салатов, фасолью. Ашкем, не дали я мединсы. Харм дойду. Короче, и думаю просто, и иду уже на зумбу. Шесть часов начинается вебинар у меня. На семь оказывается. И этот пришёл мой Ашкем и говорит, я кушать хочу. Я говорю, какое счастье. Говорю, вкусно? Очень вкусно. Сколько он говорит по-русски? Очень много знаешь. Знаешь, знаешь. По-русски знаешь? Бельёрсу. Чок бельёрс. И в общем я его покормила. Сейчас бельёрсу на Юрюша. Идёт на Юрюшу. И я вот сижу, дошиваю низ платья наконец-то. Друзья мои, всё. Ну и занято было сегодня. Глаза чуть-чуть отдохнули, посидела. Вот проблема в чём. Знаете, что мне срочно нужна машина, оверлок. Потому что я вот очень мучаюсь этим. Очень ей нравится этот низ. Но что-то переделывать опять. Зигзаг. Вот видите у меня. Поэтому я решила провести вот такую прострочную строчку. И у меня, посмотрите, как получится. Видите, эта строчка по кончику. И она не будет тянуть. Вот так. Вот лайфхак, если что бы вы знали. Вот такой вот, видите, страшный. У меня ну а что делать. Сейчас косую бейку там такой. Этот неохота. А я проложила. И она мне будет так аккуратно. Думаю. Друзья мои, ругаются ли турки? Вообще в турецких семьях. Оказывается, ругаются. Я не знаю, что это было. Я сидела возле машинки своей. И тут за стенкой соседи, которые выходили на байрам. У них что было? Это какой-то ужас. Что с моим цветком? Он умер, что ли? Интересно, если я его полю. Так вот, друзья, там был скандал такой. И дети кричали, и взрослые. И я не пойму, что там было у них. Так это жесть. Такое чувство было. Вот у нас же туалет там другой, турецкий такой туалет. Находится и у них балкон там. И в этом туалете я услышала такие звуки. Блин, кошмар. Тут люди все скопились вот так на улице. Я выглянула в окно, естественно, не увидела ничего. Люди в соседе сбежали из подъезда. Что там происходит? Ну, я сейчас собираюсь на зомбу. Я не рыпалась, как меня мой муж учил. И вот такие вот дела. Иду на зомбу. Осталось мне постирать платье. Сейчас я только что подстрочила вниз подола. Но я же, кроме этого, еще и занималась и обедом. Покажу сейчас, что. Я вам показывала, когда кормила мужа, вот такое я приготовила. Соус. Как хорошо, что накормила мужа. Сделала также к сыр. Вот, приготовила к сыр. Очень вкусный получился. Очень. Сколько времени я его хотела приготовить. И, наконец-то, сегодня вот все приготовила. Вот такие вот дела с утра. Интересная программа у меня, друзья мои. Интересная, интересная. Тут сучук. Тут чечевица, которую я не ем. Спрайт набрал он мой муж. Хуанту. Покажу, что у меня в холодильнике. Сигареты. Вот у нас здесь табак, чтобы он не засох там. Тут у меня фруктики. Здесь у меня зелень. Вот так прячу бумажки. Все крупы, видите, все я переложила сюда. Так, здесь сыры, сырная. Вот это взяли по скидкой вкусно. Сырная. А вот это фруктовая, овощная, то есть. Вот такой вот у меня холодильник. Даже не убирала, так что вот какой есть, друзья мои. Я так стараюсь всегда, чтобы было убрано. И сегодня опять с кухней вот чистила средством. Полы перемыла. Как всегда, все, мои дорогие, собираюсь уже без 10, 8. Мне надо 8, 10 минут 9 быть на остановке. Пока-пока. Бегу на зумбу, а у нас приехала скорая. Видите, скорая там. Я так волосы собрала все, потому что там жарко. Интересно, что происходит. Вы знаете, что сейчас вот этот транссерфинг реальности же изучаю эту технику. И стараюсь жить по ее рекомендациям. Поэтому, когда что-то плохое, мимо меня, мимо меня, не вмешиваться, не вылезать, ничего. Не вступать в эгрегор никакой. Без скандалов, ни войны, ничего. Поэтому не знаю, не спрашиваю. Когда что-то вижу негатив, сразу стараюсь уходить от него подальше. Если, естественно, ничего не могу помочь. Мужчины разберутся сами. Вот я. Вот такая я сегодня. Волосы высохли после моря. Как, знаете-ка, Олег Попов. Какая-то разная я каждый раз. Все, бегу на зумбу. Всем добрый вечер. Это вышла я из зумбы. А тут, смотрите, что. Велосипедисты. Как интересно. Спортсмены, спортсмены. Так весело. Так они сидят хорошо в этом кафешке. Жду в свой автобус. А тут кисы такие. Кис. Микро здесь напротив. Сейчас сколько времени? 10 часов половины десятого. Жду в свой автобус. Девчонки там садятся. Потому что они все с этого района в основном. Или машина у кого-то есть. А я сегодня прям сразу. Бегом. А он едет. Автобусик мой. Автобусик. Автобусик. Каждые 10 минут. Каждые 10-15 минут. Ну что, поехала домой. Пошка, а вам спасибо за внимание. Боже, я такая уставшая. Мы столько сегодня плясали. Не останавливались. Я тут как раз вышла. И позвонила мужу. Думаю, где он. Не встречу ли я его. А он мне говорит, я в Карпуре. Приди ко мне. Почему такой цвет, да? Там совсем другой. Здесь другой. Вот. Пришлось мне вернуться чуть-чуть и в Карпур. Говорит, дело к тебе есть? Иди. Смотрим, что за дело. Где он? На кассе? А, вон он на кассе. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю. И ценю. С вами Светлана Ата. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok